Салют! Кажется, мне удалось собрать свет для новичка в виде набора, который можно купить за примерно 20 тысяч рублей и не ждать доставку из Китая полтора месяца. В целом, ты и так уже прочитал название ролика, поэтому начнем с самого интересного. Какой результат можно получить с таким набором, а потом уже что там внутри этого набора. Вот фотографии, которые мы сняли с Юлией за два часа. И если они вам нравятся, то смотрите дальше. Я расскажу, из чего, на мой взгляд, должен состоять набор для новичка, расскажу, сколько стоит тот, что получилось собрать у меня и где его купить. Кстати, а где его купить? Спасибо большое фотоскладу за спонсирование этого ролика, подробнее об этом позже. Погнали! Набор света домой или в такую свою мини-студию – это первый шаг к фотографической свободе. Как только ты перестаешь зависеть от погоды за окном и можешь рассчитывать на такую дополнительную уверенность внутри себя, что ты снимешь то, что хочешь, а не то, что захотела у погоды или то, что получилось. Но что должно быть в таком наборе? Давайте обозначим задачу более детально, потому что я уверен, что если ты действительно только начинаешь, там, это твоя первая фотографическая зима, и ты уже пытался собрать какой-то набор, то, скорее всего, почти все дороги вели тебя на Алиэкспресс, если мы говорим о цене набора до около 25 тысяч. Вот мои субъективные требования к первому набору света для начинающего фотографа. Во-первых, так как я его собираю, мне должно быть не стыдно порекомендовать такой набор среди своих собственных студентов. Блин, ну серьезно, спешки с Алика за 4 тысячи, ну, на мой взгляд, довольно стрёмный процесс, в который я бы сам не вписывался и друзьям бы не советовал. Второе. В набор должно входить все, чтобы ты распаковал и начал снимать. Свет, насадки для мягкого света, стойки, отражатели, держатели для фона, ну, или там, фон, вот такие штуки. Что там, третье. Он должен стоить, ну, хотя бы до 25. За все вообще, не только за свет. Если дешевле, ну, зашибись, классно. Следующее. С ним должен управиться любой новичок. То есть на камерной вспышке с синхронизатором снова под сомнением, потому что там нет пилотного света, а без пилотного света студийный прибор, это, ну, прям угадайка, а не процесс съемки. И заключительное. По возможности это все бы не заказывать из Китая. Да, вот такую задачу я себе поставил где-то месяц назад, когда мы начали преподавать студийный набор на Amulab. И я, значит, попал, потому что я пытался собрать это чудо почти две недели. И я просил помощи в соцсетях, спрашивал у коллег, общался с людьми, которые что-то такое покупали. И у меня субъективно ничего не получалось. Но оно либо дороже, либо Алиэкспресс, да, но это не подходит по двум критериям. И тут вовремя подоспели девчата из фотосклада и говорят такие, «Слушай, собери набор на основе бренда Raylab в нашем магазине, и мы сделаем на него скидку». Я такой, окей, супер. Вообще, ну, это такое предложение позволило мне учесть все условия, которые я тут сам себе поставил. И мы договорились записать, собственно, вот этот ролик. Поэтому спасибо фотоскладу за спонсорскую поддержку. Давайте посмотрим, какой набор мне удалось собрать, почему он именно такой. Сначала, что удалось собрать? Первое. Держатель для фона со стойкой. Это такая перекладина, высота 2 метра, что идеально подходит для любых стеячих портретов, ну, или для стенки не очень высоких людей. Сам фон мы в набор решили не включать, потому что, скорее всего, не угадаем ваш любимый цвет. Я вот выбрал голубенький, не факт, что вам понравится. Следующее. Это самое главное. Постоянный источник света на 100 ватт. Почему постоянный? Чуть позже. Следующее. Это октобок 120 сантиметров. Тут, кажется, все просто, но это с сотами. Все вот это, вся эта конструкция должна стоять на хорошей стойке. Опять же, какая стойка, чуть попозже расскажу, но она должна быть с каким-то механизмом защиты, чтобы это все не упало тебе на голову, если вдруг ты открутил и решил пойти погулять, допустим. Отражатель. Пять в одном. Стойка под это дело, ну, там, любая, чтобы просто не падал отражатель. Если вдруг он упадет, опять же, ничего страшного. Ничего тяжелого я бы здесь не брал. Любая самая дешевая. Поэтому вот такие вот пункты, на мой взгляд, должны быть в наборе света для новичка. И перед тем, как разбирать детально каждый из этих элементов, объяснять, почему, как он выглядит, и как конкретно он выглядит у Raylaba, насколько он хороший, я бы хотел прерваться на два вопроса, которые, скорее всего, звучат в голове некоторых прожженных фотографов. Почему в наборе для фотографа лежит постоянный источник света? Ты что, дурак? Я искренне считаю, что в личное пользование нужно покупать то, с чем будет удобно снимать. И так уж получилось, что я довольно много общаюсь с новичками во время преподавания. И для них история с синхронизаторами, каналами, группами, пилотным светом, сломанным пилотным светом, закрытой диафрагмой, ограничения на выдержку, там, 1, 125, 160. В чем разница между этим? Или высокоскороцная синхронизация. Для них это прям сложно. И я не хочу никого обидеть. Давайте, ну, сразу. Потому что это отдельный навык, которого у новичка может пока не быть. И его нужно изучать, если ты хочешь снимать с импульсным светом. Поэтому я пока этот навык просто откладываю подальше в будущее. Я не говорю, что, как бы опуская часть про то, что у многих сейчас беззеркалка, если снимать на беззеркалку с импульсным светом, то это прям тоже отдельный вид приключений, к этому хорошо бы привыкнуть. Поэтому, если вы всю жизнь снимали на улице у окошка, ну, на улице или дома у окошка, то постоянный источник света подойдет вам идеально. Во-первых, сразу видите, куда светите. Куда светите, куда не светите. И, во-вторых, сразу понимаете, как сильно светите. Ну, вот мне кажется, что это реально полный кайф. Второй вопрос. Важный вопрос. Почему один источник света? Почему он один? Ведь за 11 тысяч рублей можно там на том же Алиэкспресс купить две вспышки Янгноу и поставить какую-нибудь хитрую схему. И тут вы будете правы. Если вам нужна какая-то хитрая схема, то вам действительно нужно хотя бы два-три источника. Однако, это... Если вы действительно по-настоящему начинаете, то вот эта история два-три источника для меня кажется странным. И если вы только хотите попробовать работать с искусственным светом, то один... Это идеальное количество источников, с которых стоит начинать. Чуть позже покажу, что с ним, в принципе, достаточно разнообразно можно снимать. Ну, так, если серьезно. Теперь давайте разберемся с каждым элементом комплекта по порядку, в чем особенности, какие плюсы, какие минусы. Погнали. Первое, самое главное, это прибор от Railab. Называется Sunlight 100. Как несложно догадаться, это светодиодный источник на 100 Вт. Эта мощность в октабоксе на 120 см, которая идет в наборе, в целом позволяла мне делать вот такие кадры при диафрагме 2.5, при выдержке 1.160 на ISO 125 в полной темноте, что в целом довольно неплохо. Цветовая температура источника 5600 Кельвинов будет примерно совпадать с дневным светом, поэтому, если вы хотите их совмещать, то в целом тоже может подойти. Дальше. Мощность регулируется от 1 до 100%, что может быть удобно, если вы снимаете в темноте или нужно просто чутка подсветить. Например, вот мы делали трансляцию для одной известной фирмы, и прибор стоял на стойке и светил на 3% мощности. CRI у этого источника 95%, то есть он будет довольно хорошо передавать цвета. Подробнее про CRI и что это такое мы записали отдельный ролик, посмотрите его вот тут. Что лежит в коробке? В коробке лежит источник, защитный колопак и провод. Не очень много, довольно простой комплект. Мне бы хотелось видеть хотя бы какой-нибудь самый стандартный рефлектор, но в целом я не сильно переживаю, потому что решил эту задачу октабоксом, который идет в наборе. Собственно, про октабокс. Это окта на 120 сантиметров. Он довольно большой, не быстро раскладной, но размер позволяет снимать и в полный рост, если нужно, да, и если не нужно, то можно нацепить соты и довольно сильно сконцентрировать пучок света, отбить свет от фона и так далее. Это бывает полезно, если действительно нужно, например, не светить во все, не во все стороны, а куда-то, вот в какую-то более узкую точку, поэтому 120 вполне себе может превращаться за счет сот, какие-нибудь 60-90. Это удобно. Один прибор, а вот такая вот разнообразие по световому пучку. Не важно, дальше. Дальше у нас держатель для фона. Он в виде стойки с перекладиной, только что видели его в таймлапсе. Я выбрал в этот, ну вот эту штуку в набор, потому что она достаточно компактная, встанет практически в любом небольшом помещении, особенно если вы покупаете домой. На него можно повесить фон вот стандартной шириной 135 сантиметров. Такие бывают, или кинуть какую-нибудь фактурную ткань, типа Питер Линберг, Эни Лейбовиц, вот это вот все. Если вдруг у вас есть в комплекте тут зажимы специально для этого, у меня ткани нет, у меня есть вот голубенький фон. Мне понравилось. Бонусный лайфхак про эту штуку. Если у вас есть шторы из Икеи, на таком вот каркасе, то вы можете зажимами вот таким специальным, если у вас есть, опять же, прикрепить его к этой стойке, и у вас появится еще дополнительный фон. Именно так мы, например, с Юлей снимали на черном фоне, потому что у нас здесь, мы сняли в какой-то момент штору из Икеи, просто в офисе, и она, и поставить в угол она не нужна. Но потом мы такие, черт побери, это же отличный фон, он такой даже немножко фактурненький. И вот кусок колхоза, я, да, понимаю, но начинающие фотографы и как бы рукоделие, это практически синонимы, на мой субъективный взгляд. Отражатель в нашем наборе, потому что, ну, я искренне считаю, что у каждого фотографа должен быть такой. Конкретно этот пять в одном, то есть при необходимости его можно использовать на просвет для смягчения жесткого источника света, белой стороной, чтобы чуть-чуть подбить контраст, или там серебристой стороной для яркого блика. Когда станете джедаями света, то в целом можно и черной стороной отбивать тень, чтобы увеличивать контраст. Но это прям совсем другая история, и, наверное, не для новичков. Этим редко кто пользуется. В наборе к отражателю идет держатель, чтобы не нужно было приклеивать отражатель к стойке скотчем, как любит один мой знакомый. И можно было бы закрепить его в разных положениях, как снизу, так и сбоку, как вертикально, так и регулизонтально. Гипотетически, в принципе, можно, наверное, и сверху как-то, да, но это скорее для использования жесткого в контровом, чтобы переотразить. Ну, для этого понадобится, наверное, стойка помассивнее, поэтому я бы не пробовал. Хотя, в общем-то, я и не пробовал. Конкретно этот держатель можно выносить вперед, а не только по центру, но только если у вас маленький отражатель с большим, я не рекомендую, потому что придется использовать какие-то противовесы, не запаривайтесь. По поводу зажима на держателе, тут есть небольшая придирка, конкретно мой образец немножко скрипит вот на последних совсем оборотах. Возможно, это частный случай. Я не знаю, все партию не проверял, но мне кажется, что это будет честно вам сказать об этом. То есть он нормально зажимается целиком, а потом, когда ты думаешь, ну да, я еще немножко подожму, вот в этот момент он начинает скрипеть. В принципе, ну, как бы, не обязательно это делать, но неприятно. Меня такие звуки напрягают. Поэтому теперь вы тоже знаете. Итак, возвращаемся к самому интересному. Что же можно снять с таким набором? Я попробовал несколько схем, безусловно, не все. Например, я не успел попробовать поснимать без рассеющего слоя, чтобы был свет пожестче, но тем не менее. Сейчас покажу фотографии и схемы, да. Схема будет в 3D-шке, чтобы вы понимали, как это в пространстве все стояло и могли повторить, если вы будете такой набор себе брать. Итак, боковой свет. Здесь Юля, познакомьтесь, сидит на черном фоне, сидит повыше, сидит пониже, на полу. В общем, тут, по-моему, я даже источник света не опускал, не поднимал. Вот он как светил, так и было. Дальше средний план в профиль, в контровом. Все то же самое. Я просто делаю шаг вправо, получаю другую световую схему. Свет стоит абсолютно точно так же. Дальше средний план, стоя на черном фоне, с белым отражателем. Вот здесь примеры фотографий, чтобы вы понимали, с белым отражателем и без белого отражателя мы просто немножко уменьшаем контраст. Здесь мы не создаем дополнительный яркий блик. Следующая схема. Это средний план на голубом фоне с таким золотым отражателем. Здесь видно в целом золотистый рефлекс, поэтому можно как бы предполагать, как будто бы у нас два прибора с разной с той температурой. Можно поиграться с этим. Мне кажется, что получилось неплохо. Ну и в целом здесь свет стоит более фронтально, поэтому меньше теней, поэтому сцена такая более позитивная. Плюс голубой фон куда уж более позитивный. Мы пофоткались еще на фоне серой стены. У нас здесь светло-серая стена, действительно очень светло-серая, почти белая. Поэтому я на Octabox надел соты, для того, чтобы затемнить фон и сделать сцену более контрастной. И есть заключительная бонусная схема, которую нет в этой последовательности. Это вот эта схема, с которой я сейчас себя снимаю. Потому что весь ролик снят с использованием набора от Railab. Это еще один аргумент в пользу постоянного источника света. Если вы найдете в какой-то момент на своей камере кнопку записи видео и решите переквалифицироваться, отлично. Можно будет использовать прямо то оборудование, которое у вас уже есть. И мне кажется, что это довольно удобно. Итак, следующее главное. Это набор, собственно, сам набор. Полная стоимость набора около 24 тысяч рублей. Это значит, что ура, мы уложились по деньгам в мое ограничение в 25. Но тут есть большой приятный бонус. До конца 2020 года его можно будет купить по промокоду со скидкой PAMLAB всего за 19 тоже с копейками. И мне кажется, что это просто царский подгон. Поэтому переходите по ссылке на сайт фотосклада, забирайте набор со скидкой, если он вам по нраву. Фотосклад доставляет по всей России. По Питеру доставляет чуть ли не в тот же день или даже пары часов, если 500 рублей заплатить. Но вы посмотрите детально уже сами на сайте. Мне кажется, что это очень клево. Ссылка на набор и промокод есть в описании. Напоминаю, что действует до 31 декабря. Главное, не забудьте про то, что вот... Он, сама бумажка в набор не входит. Какой-нибудь выберите себе. Или бумажный, или нетканный. Любой другой, какой цвет вам нравится. И будет вам счастье. Привет. Саша из будущего здесь. Есть хорошая новость. Поэтому это прям важная хорошая новость. Мы договорились с ребятами из фотосклада, что вот этот набор, с которым я все это дело снимал, проводил тесты, прям именно его, он, конечно, распакованный, но тем не менее мы его разыграем. Доставка по всей России. Конкурс будет проходить по инстаграме у фотосклада. Поэтому просто залетайте туда. Ссылка в описании. Я желаю вам удачи в этом конкурсе. А сейчас досматриваем ролик. Давайте заканчивать. Если вам понравился ролик, то поделитесь, пожалуйста, лайком. Напишите комментарий, что было хорошо, что плохо. Подпишись на канал, потому что скоро выйдет ролик про набор света для визажиста, стримера и бьюти-блогера. На этом все. Всех обнял. Пока-пока. Как неудобно сидеть на этой штуке. Пока-пока.